ну вот собственно и начинается моя дорога лодочки которая одна из них наша стоит меня такси которая отвезет меня в аэропорт гренады я лечу в европу я сейчас нахожусь по аэропорту гренады такой небольшой аэропорт по кстати нормальные международные рейсы в нем летают тоже рестораны есть идиотики и телик с каким-то национал джиографика мы здесь прикольно и а и и и и и привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас новая серия и новая задача мы с вами находимся на лодке амель супер мараму 2000 эта лодка стояла на озорах 5 лет через пять лет наша задача ее открыть привести в порядок насколько это возможно пройти полторы тысячи миль и зайти на материковую часть испании итак давайте открываем разбираем чиним готовим убираем и и короче все остальное для того чтобы мы смогли выйти парад но нам нужно сделать по этой лодке чтобы у нас не было там условно не рабочие приборы это все мелочи важно чтобы были паруса важно чтобы работал двигатель и важно чтобы работала правильно рулевое управление все остальное это просто экстра бонусы которые мы с удовольствием вы хотели получить но если это не будет работать мы из так совершенно спокойно дойдем во время штормов на этой лодке у нас есть некоторое повреждение то есть вот видно тут сильно разломан гель-код но структура лодки не повреждена то есть это уже едет как раз лодочка в ремонт в испанию но пока вот мы будем идти на таком побитом борту к сожалению но ничего это лодка восстанавливается это просто ранка которую мы вылечим со временем жалко нам надо найти второй дипфризер без 2 морозилки на имели не ходят то есть а второго нету 2 есть вот мы смотрим ну на бумаге есть пока не нашли нашли один ворозилок нашли как раз вот здесь весьма интересное ну так да так есть холодец причем большой а второго нет второго нет но есть холодильник привычного для не там не кнопочка там сбоку этот вот застежка да есть второе причем посмотрите какой большой красивый из нержи нормальная тема но прикол есть в том что у нас есть здесь выключатели так кстати такие очень странные вот это вот холодильник такой с человечком мерзнущим а вот это вот морозилки но только здесь есть 2 2 морозилки а в природе указано что 2 а в природе мы пошли пока нашли только одну ужас это странно тут у нас идет мойка лодки по полной программе сейчас будут мыть внутри пока только снаружи мануал мэн мануал мэн и очень много инструкцию читать это не наш метод но это уже ее надо читать когда все поломал а мы уважение камели и так вот у нас лодку уже привели в порядок выглядит блестяще и даже вот все поверхности в которых видно отражение пакетиков короче ой дина привет блестит с полиролем все такая вот он выглядит великолепно по мере отмышки прошли всего сутки она уже прибавил цене минимум 100 тысяч евро сейчас у нас задача фикс мы из мастер каюты пытаемся вынести в матрас давай вот так все для чего вот здесь вот сзади надо вот это убрать находится радар то есть вот он у нас находится кстати почему-то надо вода и вот это надо тоже убрать и вот тут уже поднять я думаю что вот это отдельно поднимается вот эту подушку теперь так что у нас здесь вот это вот штука это перо руля сам сегмент два троса которые вот один и вот второй это троса которые идут на рулевое управление а это угол угол автопилота то есть вот здесь электрический автопилот идет вот он там внутри такая шестеренка и моторы кундам двигает вот этот штук туда-сюда и соответственно вот этот сегмент идет влево вправо влево вправо то есть и сейчас я вам покажу ради чего мы это все затеяли потому что у нас очень большой ход руля это ужас сумасшедший люфт сумасшедший люфт на руле да сережа где у нас аварийный румпель аварийный румпель у нас сейчас там где лежат подушки с дивана то есть на боковой койке ты знаешь где да понятно хорошо и там же кстати на него и кронштейн так вот оно наше рулевое проблема в чем смотрите какой свободный ход вот этот свободный ход нам каким-то мистическим образом нужно сейчас убрать физически здравствуйте гаси весь этот люфт руля на тягах не сказался никак слышен постукивание ну при вращении и слышно как ходят тросы они не двигаются ни на миллиметр начинают двигаться чуть-чуть на расшире не только когда уже выбран полностью весь люфт смотри серёжа вот я сейчас давай машу рулем и вот сейчас двигается да но здесь люфт сантиметров двадцать остаю вот выбран вот это весь люфт а я его мотаю туда-сюда только после выбора полностью всего люк ты не знаешь что может быть это связано что где-то у нас какой-то трос который идет где-то он там оборвала ролик не оборвала после дальше он идет нормально я думаю это связано с тем что вот две регулировки ну свободный ход типа выбрать да потому что это очень большой свободный ход на мой взгляд гигантский свободных вот так 57 градусов понятном где-то градусов 20 градусов 20 до нужно все что есть возможность регулировкой взять да выбрать ну не затянуть конечно чтоб там на би реагировал на каждый чих сейчас делаем дата нет сейчас мы зачем это все разобрали хорошо делаем сейчас я думаю сейчас даже легко вам хватит его этого ключа все у нас санга за распущена теперь нужно вот эту вот штуку крутить только нужно доход штуку она же нету 0 вопрос только насколько тут у нас нет 0 . может выбрать все просто эта штука она работает на закручивание поэтому мы можем даже ею и и крутить если надо а это ты можешь крутить его вот это штукой просто ключом короче вот видно вот это вот все две планки там внутри троса идут а вот эта цепь это второй запасной автопилот от его мотор там сзади находится сейчас проверяем рули так сережа вообще люфта нет вообще люфта нет 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 я не могу вообще повернуть я думаю мы просто зажали да давай но здесь руль даже не крутим да она доставляй зажима мне нравится отлично ну вот в общем мы рулевое настроили потому что то как это было раньше это какой-то непонятный кошмар потому что настолько большого хода руля быть не должно это просто противопоказано потому что так руль ну лодкой надо управлять хотя бы чтобы как-то она ощущалась а если так получается то свободный ход короче такая болтанка просто ну управлять так лодкой нельзя ни в коем случае это будет давать по несколько метров в стакане попробуй будет давать по несколько метров носу ооо так это же хорошо раздавая вот с крайнего попробуй пойдем управлять они все 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 у нас здесь сумму вот это вот у нас есть выключатель автопилотов а надо пойти посмотреть он выключился ну как он может и выключился но что-то меняет какой-то из них один какой-то из них 2 но как мы проверим какой из них один это точно у нас короче давай сейчас один я включу проверим работает нет потом 0 потом 2 работает нет если 1 и 2 работает значит нас просто два автопилота работает все да отлично сейчас но подожди стой сейчас 0 вот я нажимаю ему авто авто есть внимание не крутит не крутит так теперь давай на 1 1 есть подожди стой крутит да руль крутит есть теперь подожди я на ноль выставлю на нуле стой подожди стендбай есть давай второй давай два два авто это это который аварийный а чё он так гудит а понял все есть стендбай давай его на 1 есть проверка да потому что у него пилот в корме так все с автопилотами разобрались стендбай отлично так с автопилотами есть да так что еще обнаружил здесь в компасе большой пузырь но с этим уже ничего не делаешь то есть все леви у нас есть вот бенжи здесь есть глубиномер и скорость ветра ну что здесь спид депс wind ну и все в принципе так здесь глубиномер требует калибрации но мы взяли просто веревку с грузом и проверили глубину показывают 5 5 0 правильно далее ssb радио которому пользоваться никто не умеем но это и неважно радио такой old-fashioned радар крутяк такой вообще прямо прямо у восьми бит . можно этот супер братья марио так полноценный ray marine современный только он почему-то не работает будем вызывать человека которого будет чинить ну и собственно furuna навигатор старый у него даже вот gps работает что удивительно потому что нигде больше он не работает но с этим мы сейчас разберемся теперь давайте посмотрим так что у нас есть здесь это приборка которая 12 вольтовая так здесь у нас идут все ходовые огни топ мачты green red green red носовой потом что это ходовой мотор далее включение газа там электрический стоит клапан далее это bilge pump у нас сейчас bilge там не работает мы его будем смотреть вода вода кстати тоже не работает будем сейчас смотреть так далее это у нас все автопилоты и все лебедки правильно же лебедки винчи у нас это лебедки а это просто а это очень друзья смешной выключатель стоящие на главном пульте управления и вы сейчас удивитесь значит он всего лишь навсего запитывает двадцати четырех вольтового розетку на камбузе розетку эту мы еще не искали и я вообще не уверен что она нужна позже он же еще по моему умеет этот подсветку компаса он еще умеет выключать всего лишь не регулировать а выключать подсветку компаса вот эта штучка регулирует подсветку компаса а вот эта штучка ее зачем-то выключать очень сложно сделано ну вот наверное так вот это у нас просто с подсветки кают это выключено причем тоже разделено кормовая кормовая и носовая да это холодильник с таким смешным мерзнущим человечком это холодильник и в этой лодке установлен один фризер но мы нашли 2 мы не нашли но и вот и судя по всему и нету так но и верхние это просто флот лайт и энка лайт то есть это как подсветка палубы и матч с парусами да так далее идем здесь у нас все что связано с 220 220 инвертор на 50 ампер для зарядки батарей на 30 ампер потом это посудомойка стиралка десалинатор микроволновка это у нас что не помнишь это вода мне это почему 220 это что-то это горячий это более а бойлер точно надо красненький бойлер нагревает так климат это кондиционер переднем передний центральный задний наверное или когда не важно компрессор для накачки и давинговых баллонов а это просто розетки на 220 вольт а кстати вы не ослышались до компрессор вы кстати не ослышались это яхта и здесь есть посудомойка бинго и она работает до посудомойка далее что здесь есть вот тут вот находится стиральная машинка подержись да это встроено это между прочим базовая опция мели так вот но единственное что она без сушки хотя написано в инструкции что это стиралка и драйвер но здесь я по вот этим вот всем надписям на французский амель же французская лодка я не нашел что она умеет сушить но как бы вертикальная сушка я вообще не встречал если честно не но джим данная между сушка чисто сушка так все вот такие забавашки для чего иногда приходится же готовить кого-то придется загнать на камбус у нас качка наказан да да она очень крепкая очень удобно располагать вот это передняя каюта это странное устройство это носовая подрулька вот она короче я потом покажу как она работает она внизу так уезжает там открывается лючок но для этого мы сначала помоем дно в общем вот это мотор который именно под рульки а там снизу пропеллер который на сухую и вот этот механизм который ее поднимают опускает но наша задача в другом вот у нас есть такой ящик и это должен быть цепной ящик доступ в цепной ящик идет из передней так там лежит цепь так цепь в нормальном состоянии сколько ее мы вывалим посмотрим я не знаю вот так она вроде цепь неплохая ну чтож держи закрываем обратно носовая каюта ящик вернее шкафчик и вот если мы посмотрим сюда здесь у нас находятся выключатели это якорная лебедка наверное ну да релюшки щелкают как раз здесь и к ним доступ я так понимаю вот здесь задней стороны но такое немножко странное решение куча проводов которые идут прямо из центральной каюты но доступ есть хороший поэтому ну да он большие реле короче нормально так у нас новый день новая проблема пропало электричество 220 проверили все фьюзы все предохранители все включено электричество нет из того что сегодня происходит вот пришел человек и делает нам то двигателя короче только что была хорошая новость мы подошли к соседям на лодке и спросили у вас есть электричество искали электричество нет и мы такие есть типа они понимают чему роду чем мы радуемся и короче никто не понял почему мы радуемся ради всем потому что ничего не поломалось это просто нормально нет электричество теперь несколько слов о безопасности здесь вот есть life raft у него такая вот штука которая торчит так в сторону если ты падаешь на нее так вот красиво напарываешься но с ней ничего сделать нельзя потому что она здесь вот так вот вот так вот то есть вот эта вот штука вот здесь вот таким вот мистическим образом и находится клево сережа что у тебя здесь происходит я смазки было много много пресной воды это очень мало воды воды было вот так сейчас примерно три четверти мы вычеркали водичка пресная нам не нужно где-то она из-за борта получается набежала до весны не что набежал на самом деле все таки вот через этот люк ты думаешь через люк мне кажется все таки не через люк пресная пресная понятно что дождевая просто откуда она у него больше нет вариантов если на вариант я посмотрю когда дочерпаю ну вот надо найти короче откуда она вообще появилась у друзей у нас сейчас стоит задача нужно проверить все паруса на открытие и закрытие так вот этот такой шикарный пульт олдскульный совсем но давайте с него и начнем и так серёж наверно ты давай иди туда и смотри внимательно на то что происходит и так фок вот натяни его я его сейчас докручу не просто рукой да да еще а еще чуть стоп а теперь его так плотно затянем значит на обязание у нас получается а вот или а все я понял кнопка электролебедка понятно понятно только электролебедка у нас нет мотора ни одного это ручной тем я между так с кнопкой понятно но это ладно это мелочь что вы знаете о гедонизме так вот сидишь себе вот здесь вот за штурвалом вот он тебе нужно подтянуть лебедку есть конечно вот здесь вот так вот и так тянешься тянешься и нажимаешь кнопку и крутится лебедка на код тянешься с мучениями вот так вот вот увидите такое вот а есть еще вот так вот просто сидишь и делаешь вот так ну это же намного легче чем это тянуться туда нужно